поединки магов я всегда не буду рассказывать технологию но если в активной фазе маг на вас нападает а вы маг который защищается тоже пытается нападать что-то снимать но в оба нападайте друг на друга битва у вас создалась поединок там два элемента играют роль это первое побеждает тот кому больше нужно и побеждает тот кто психологически сильнее потому что ну тут маги играет роль опыт играет роль это все и складывает опыт сила да она все вот это и складывает но квинтэссенции всего этого опыта и силы является то что а грамотный маг воспользуется психологическими слабостями неграмотного и неопытного он точно надает на нужные психические кнопки чтобы тот отвлекся уступил пропустил удар и этого достаточно чтобы маги легла магия чтобы легла она должна быть принята оппонентом и он должен ее пропустить и здесь вход идет психологии именно потому что именно психология позволяет это сделать но вы понимаете нужно знать очень противника изучить очень тщательно детали тут немножко частотную энергетику ладно просто в активной фазе с магами иногда у нас включается поединок вот и вторая вторая тема кому больше нужно если в принципе это духовная сила называется у кого больше духовной силы если в принципе оппоненту важнее что наложить нагадить чем вам снять эту магию особенно когда вы работаете с клиентом вот это реально знаете ваш мотив он подчеркнут жирной линии если допустим да действительно на на пакостить ему важнее чем вам помочь этому человеку он больше этого хочет то у него духовной силы больше уходит на то что наложить магию а у вас меньше духовной силы на то чтобы снять тоже такой момент ребята ради чего вы пытаетесь снять эту черную магию очень важен потому что в случае активной фазы вот именно в поединке с магом вы вступаете вы проиграете в бою только за счет того что клиент это не он вам чужой человек вам не столь это интересно вот так вот ну вот такова жизнь и кстати поэтому в черной магии очень ценится когда клиенту очень ценится когда чем маг которому он обращается душевно заинтересован в его проблеме но к сожалению очень многие клиенты этого не понимают по дурости своей и они вот это теряют у меня тоже были клиенты которым вот я сочувствовала реально по-человечески мне хотелось им помочь чисто от души и у меня духовная сила вкладывалась большая а эти клиенты потом типа о там спасибо до свидания потом пошли по разным школам по разным магом я тоже проституции называю когда ты его сердцем открылся человеку думаю вот я буду с вами работать да давайте я буду там если у вас будет возможность потом и так где-то помогу вам и вложусь и все где платно где бесплатно а он такой спасибо до свидания я вас попользовала пойду еще других других потрогаю магов и думаешь тебя как будто от имели попользоваться человек теряет вот эту вот человечность потому что у меня конечно все опускается я расстраиваюсь и мне неприятно уже что я у человека открылась душевно а он вот так вот ему там я там что я там что соседняя школа что еще кто-то он там ходит по всем вот и он там выбирает видите ли но человеческое не оценил потерял и в итоге ему это никто не даст такие вещи они не продаются за деньги это вот если случилось так что ты кому-то понравился это бог явился помните божественное проведение вам бывает уже клиенты нравится вот я вам на будущее рассказываю такую тему случилось что вам понравился клиент и это проведение вам явилось божественное так значит случилось вы со своей стороны смотрите если этот клиент не в состоянии это оценить тогда наверное с ним надо прекращать взаимоотношения потому что вы ему любом случае дадите больше чем он вам потому что это не деньгами оплачивается он помимо денег должен вам душой отплатить он должен сказать да и вы мне нравитесь и ты не нравишься как мага я вот тебя выбираю это у меня единственные любимые и там и ты мой любимый клиент и тогда вот эта любовь случается давно примерно и тогда вот маг действительно вкладывается и он вытаскивает человека то есть у меня вот единицы таких вот есть людей которых я вытащила домой жопы и сама прям их вытащила там годами вытаскивал эти люди там близкие друзья или они мне очень импонируют очень симпатичны есть большое количество людей которым я симпатию испытывал мне хотелось им помочь а они такие спасибо там да поснимали чуть-чуть она конечно прикольно я пойду там дальше по всем ходить и в итоге они обрывали эту связь и наоборот я расстраивалась и это им точно доносилось им еще хуже от этого становилось расстроить мага конечно это надо быть идиотом все-таки такие моменты чувствуются вот поэтому ребята вот тут в активной фазе спасут только человеческие отношения то есть нужно искать мага в данном случае с которым вот это вот чувственная связь а либо клиента с которым у вас чувственная связь и он должен вам отплатить оплатить этим если вы чувствуете что у вас какая-то такая связь создалась попрактикуйтесь в снятии магии вы тогда поможете друг другу это вот за вас решил бог я учитаю любовь это явление бога это значит вам свыше дано было указание остановить на этом человеке помоги ему и вот либо человек светлый он это слушает и говорит да там вот если у меня пришла симпатия все я выбрал своего там мага или клиента я уже буду ему верен либо он говорит а это фигня все это все эти чувства я выжал этих чувств а по факту ниже и собственно рвет эту божественную нить идет к дьявольским энергии то есть принципе человека выбор вот этот момент спасает до в поединке с магами поэтому очень сложно когда человек обложен черной магии когда у него проблемы выплатить из этого потому что очень мало единично кто чувственно готов вот кстати я столкнулась тоже с этой проблемой в принципе для меня кажется было не америка но неприятно осознавать что вот когда у меня были тоже вот эти черномагические наклады большие сейчас их меньше но тоже есть на допустим проблемные зоны мне там все кричали мы вам поможем она им ты вы наш учитель и мы вас любим да и вот это все таки к там костями за на я лягу а по факту никто вообще ни один человек не был настолько заинтересован во мне чтобы действительно вложиться сердцем и душой вот в мою личную жизнь не в свою личную а в мою и вот она истина то она открывается но как бы для меня конечно не америка еще раз говорю было но все равно неприятно такие вещи осознавать поэтому вся эта тема я вас люблю она его учитель я говорю все да конечно вот я сейчас вилку возьму а по факту правда проявляется она в поступках поступках вот кто рядом кто помог кто поддержал вот он есть истинный друг вот поэтому ребята да никто не отменял человечность не забываем про это когда работаем с клиентами и когда работаем с магами мастерами да потому что если мастер человек непорядочный нехороший он человек не ждите вы от него ничего хорошего потому что но в черной магии человеческая связь важна потому что это как частичка бога то есть для того чтобы черную магию снять мощнейшую нужна божественная помощь и вот бог либо являет вам помощь либо не являет вот он ее являет через каких-то людей которые к вам вот сострадание проявили вот если к вам проявил человек или макс и строить мак проявил сострадание все вам повезло держите за этого мага руками ногами всю свою жизнь и не измейте его расстраивать никогда потому что здесь вам бог помог он вам дал вот этого человека он вам дал эту искру если вы долго не можете найти эту искру ни в ком значит вот бог пока не помогает значит надо что-то вот сделать душевное чтобы бог дал протянул вам эту руку и вот так он ее протягивает через других людей есть такая вода история